На школьных каникул остаются считанные дни. Подростки покинут парты на целых три месяца. Одни уедут в летние оздоровительные лагеря, другие к бабушкам, дедушкам, а вот третьи останутся в городе и будут предоставлены сами себе. И чем займут свой досуг? Большой вопрос. Зачастую в нем находится место весьма сомнительным развлечениям, например, гонкам на велосипедах или электросамокатах. Однако все эти забавы зачастую выливаются в большие взрослые проблемы. Что следует предпринять родителям, чтобы каникулы не закончились инвалидностью? Расскажем прямо сейчас. Как известно, у детей летние каникулы редко обходятся без велосипеда, самоката, а у тех, кто постарше скутера. Особенно они скрашивают досуг тех подростков, которые остаются на каникулах в городе или на даче в деревне. И все бы ничего, если бы не тревожная статистика, свидетельствующая о том, что большое количество различных трав подростки получают как раз в процессе этих забав. Двухколесных водителей сбивают и на зебре, и во дворах, и на дорогах. А потому дети-водители в городе только под пристальным вниманием родителей. При этом соблюдая все правила. О них нашей съемочной группе рассказали жители Твери. Шлем надеваю. Стараюсь не превышать скоростной режим. Если приходится все-таки по тротуарам передвигаться, иногда нет иного выбора. Ну, если по дороге, то да, соблюдаю правила указать поворот. Рукой. Если одной рукой есть налево, то налево, направо, правой рукой. Только пешком через пешеходный. Надо следить за тем, пропускает ли транспорт. А потом надо ездить по тротуарам тоже скоростью пешехода. Как таблица умножения должно отложиться в детской голове, что двигаться можно в разрешенных местах и спешиваться на зебре. Кстати, эти правила актуальны и еще для одного вида двухколесного транспорта. Самокат небезопасен. Разгоняется до чумовых скоростей. Настолько чумовых, что может сбить с ног взрослого человека. Прокатиться на таком аппарате можно, взяв его в кикшеринг. Для этого достаточно иметь при себе гаджет и небольшую сумму на счете. Ограничений никаких. Самокаты на улицах давно никого не удивляют. Более того, на нем удобно перемещаться по городу. Однако для молодежи такое чудо техники стало не средством передвижения, а средством развлечения. По словам специалистов, он может развить скорость до 50-60 км в час. Хотя на них и стоят ограничения до 20-30, но многие умудряются прокатиться с ветерком так, что эти покатушки заканчиваются трагедией. Кстати, 54% жителей Твери, согласно данным опроса сервиса Суперджоп, считают, что нужно вводить законодательные ограничения для вождения этих транспортных средств, которые стали головной болью. И не только для водителей-пешеходов, и для сотрудников ГИБДД. На самокатах люди пострадают больше всего. Однозначно нельзя передвигаться вдвоем на этом самокате, хотя мы это постоянно наблюдаем. Второе, нельзя пользоваться гаджетами во время передвижения. И третье, наверное, я бы рекомендовал, если вы передвигаетесь на этом самокате в качестве развлечения, то использовать защитную экипировку. То есть это шлемки, наколенники, налокотники. Еще одна категория юных водителей-скутеристы. Здесь нужно иметь водительское удостоверение, вне зависимости от кубатуры двигателя. А его раньше 16 лет не дадут. В 2020 году произошла трагедия в разгар летних каникул под Калядином. Тогда в результате столкновения на ночной трассе автомобиля со скутером, на котором ехали трое подростков 14 и 15 лет, школьники погибли. Одно из самых опасных повреждений — черепно-мозговая травма. Ее получают при падении с транспорта или при столкновении. Здесь важно сразу же обратиться в больницу, даже если удар головой кажется не сильным. Бывает выявленный перелом черепа с ушибами головного мозга. При переломах, более тяжких травмах требуется оперативное лечение. Можно пропустить черепно-мозговую травму. Бывает острый период, он возникает после трех дней. Может нарушиться сознание, поэтому лучше обратиться в первый день. Так покатушки с ветерком, особенно в темное время суток, могут обернуться инвалидностью. Психологи советуют занимать детей. Гораздо полезнее для будущего и для настоящего чада может стать поездка-воздоровительный лагерь. В этом году в Верхневолже их будет работать более полутысячи. Это встреча с интересными людьми, это встреча с нашими спортсменами, встреча с предпринимателями, чтобы дети уже понимали, выбирали себе направление развития как личности. И кто-то, может быть, хотел бы заниматься спортом. Но, в общем, это уже отношение к таким взрослеющим детям, взрослеющим гражданам Российской Федерации, которым надо многое объяснить, которых надо многое довести. Безусловно, активный отдых нужен и полезен, но должен быть под контролем. Незрелые водители – источник опасности для себя самих прежде всего. А самая лучшая профилактика детского травматизма – это внимание родителей. Редактор субтитров А.Семкин